Видео снимается специально для канала все о стиральных машинах и бытовой технике. Всем привет! Сегодня поговорим на тему, как проверить кофемашину при покупке в магазине. Стоит отметить, что по закону мы как раз таки имеем возможность проверить кофемашину, и это теоретически не требует никаких особых норм подключения, да, и теоретически может быть она протестирована в магазине. Но по факту, к сожалению, практически ни один продавец не будет заморачиваться тем, чтобы показывать вам возможности кофемашины в магазине. Почему? Ну, соответственно, все тут на поверхности, поскольку кофемашина, которая хоть раз прогонит через себя кофе, уже потеряет свой товарный вид. Хотя, опять же, стоит отметить то, что если вы видите остатки кофе в кофемашине, да, то есть там остатки от зерина или от молотого кофе, то не торопитесь думать о том, что проблема в том, что кто-то уже ее использовал, что это уже БУ кофемашина, вполне возможно, что это после тестового включения, после того, как ее пробовали на производстве. То есть каждая кофемашина проходит проверку кофе, и, возможно, это остатки следы как раз того, что ее проверяли на производстве. Но именно что в магазине очень редко, очень редкие какие продавцы будут действительно заморачиваться с тем, чтобы показывать вам возможности кофемашины, поскольку никто не хочет потом продавать товар БУ. Поэтому, в общем-то, возможно вам получить отказ в этом вопросе. К сожалению, здесь нет у нас никаких рычагов давления, поскольку не регламентирует закон у нас возможности надавить тут на продавца и сказать, что вы обязаны протестировать именно кофемашину. Ничего им не грозит в этом случае, поэтому, в общем-то, надавить невозможно здесь. Если продавец не хочет проверять ее, то вам здесь никак его не уговорить. Другой момент, что вы можете попросить ее включить в сеть. Это как бы не требует никакого дополнительного, например, не требует ни зерен, не требует ее того, чтобы она выглядела БУ. Вы можете просто попросить в сеть ее, посмотреть, как работает ее панель, посмотреть, попробовать понажимать кнопки. В общем-то, это возможно и это допустимо. В общем-то, скорее всего, вам это разрешат. Вы можете удостовериться в том, что кофемашина реагирует, например, на то, что вы выдвигаете лоток. На ней обычно отражается это на панели, опять же, информации, то, что кофемашина потеряла свою целостность. То есть вы можете проверить ее на предмет вот таких вот моментов, то, что она действительно как-то реагирует на какие-то движения с ней. В общем-то, это, конечно, не скажет вам о том, что с кофемашиной все в идеальном порядке. То есть удостовериться, что кофемашина действительно все работает идеально, вы можете только при запуске уже кофемашины. Ну, имейте в виду, что, конечно, когда вы приобретаете кофемашину, у вас есть достаточное количество времени на ее проверку, чтобы удостовериться, что с ней все в порядке, поскольку производители обычно дают большую гарантию, там год-два, и вы можете пользоваться ей и удостовериться, что нет действительно каких-то заводских проблем. Если кофемашина не подошла вам по каким-то характеристикам личностным, то есть просто что-то не то, там сами не знаем, что нам не понравилось, то, в общем-то, вернуть ее можно в течение двух недель, но только в состоянии новой. Поэтому старайтесь все-таки определиться максимально до покупки еще, до приобретения, и тогда у вас не будет проблем с возвратом. В общем-то, в помощь вам многочисленные обзоры, которые предоставляют как раз полную информацию по технике еще до того, как вы ее приобретете. Я думаю, что это будет полезно перед тем, как вы купите кофемашину. Я надеюсь, что видео тоже было вам полезно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всего хорошего. Всем пока. Видео принадлежит каналу. Все о стиральных машинах и бытовой технике.